Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на обзоре. Должно начинаться официально. Должно. А может быть там и стоит снимать каждый раз. Яросап, ты был когда-то в нашем офисе? Был, когда он только открылся. Я тоже. Шучу. Я был счастлив. Город, как вы? Город, как вы? Как вы? Город, как вы? Хорошо. Как вы? Если есть какие-то проблемы, звали в маше. Моя дирекция, как мы встречаем? Я передаю вам свою точку точку, там, на фото, где ты будешь в Табриле. Хотите сделать какие-то фотографии? Олег, вы сделаете фотографии? О, я так как. На фото можно поставить. Преще в продаже, £199. £199. Яросап, давай тебе офис покажу, я его видел, но после ремонта сразу. Кстати, у нас здесь, можно сказать, женский офис, тут работают одни девушки, 7, 7. Ты сейчас переманил часть клиентов в этот офис, ты в курсе? Ну, здесь такие небольшие кабинетики, тут переговорная у нас такая. Слушай, нет, здесь я не был, то есть вот я помню, что его только ремонт делали, и мы проезжали с тобой, и все, больше я здесь не был. Тут такая, по сути, зона кухни переговорная. Сегодня мы будем продавать классную квартиру, это вторичка в новостройке, назовем ее так. Почему вторичка в новостройке? Потому что дом новый, 2020 года. Практически в нем собственница англичанка не жила, вынуждена продать, потому что у нее проблемы в Англии. Она не может содержать это жилье. То есть у кого нет проблем, в другой стране есть деньги, будет интересное предложение. Да, но предложение действительно интересно, потому что продается квартира дешевле на 20%, чем у застройщика, и не нужно ждать. У застройщика сегодня 235 тысяч, старт, а здесь 199 тысяч. Это где-то недалеко здесь? Это здесь недалеко, это район Лос-Альтос. Пешком не дойти отсюда? Нет, нет. То есть к девушкам можно сходить, не получится из квартиры? 3 километра. Получится 3 километра. 3 километра. Но Григорий ходит и больше. Григорий ходит. Ну, поехали. Поехали. Адьос. Пока. Смотри, такая оживленная улица. Люди проходят. Офис находится на оживленной улице. Это прекрасно. Скажи мне, а здесь же только Ориэлла Коста, да, вы продаете? Да. То есть Теревехиевских объектов здесь нет? Здесь нет, здесь только Ориэлла Коста. Ну, я смотрю, все подороже, чем в Теревехи. Ну, подороже, конечно. Побольше? Побольше. Поехали, я по дороге расскажу. Давай. Понял, Орешка? Надо было туда ехать. А он сюда поехал. Вот такой водитель у нас сегодня. Ярослав Левашов. Какой-никакой-то водитель. Добротный зато. Какой-никакой-то водитель. Так, мы говорили с тобой. Здесь развернуться. Здесь? Да. Проще будет. Давай давай. Ладно, ты развернешься, я тебя не буду отвлекать. Или рассказывай. Рассказывай. Не-не, подожди. Мы сейчас развернемся, потом будешь рассказывать. А то какой-никакой водитель. Законится все печально. Конечно. По испанским меркам еще нормально. Добротный. Да. Мы вчера говорили про испанские мерки очень много. У нас такое есть, это самое, утешающее выражение по испанским меркам. Да? Какой у нас трафик какой-то *** начался. Так народу вообще тьма. Я не понимаю, что происходит. Я раньше любил Таревьеху за то, что можно жить 8 месяцев как в Зомбиленде. А сейчас этого нет. Ничего, надо куда-то уезжать отсюда? В Алмаради переезжать? Не надо в Алмаради. Ну, вот я не знаю, что мне делать. И мне надо в этот раз. Там очень жарко. И нет моря. Ну, так почему цены-то растут, Ян, здесь, вот именно в Ариуэлл-Коста? Смотри, цены растут не только здесь. Они тут изначально были выше, чем в Таревьехе. Если в Таревьехе сегодня входной билет до 100 тысяч, то есть большинство сделок, которые проходят в Таревьехе, они так или иначе до 100 тысяч евро. И в Таревьехе можно купить квартиру с двумя спальными комнатами, то есть там трешку в нашем понимании, за 80-90 тысяч евро. А здесь не купишь. Тут входной билет, наверное, от 120-130, а такой, чтобы тебе что-то более-менее понравилось, наверное, 150. Вот мы едем сейчас и видим вот эти здания слева-справа, они же как-то современнее, престижнее, наверное. Конечно, это новостройка, в котором 2-3-5 лет. Создается ощущение района, который выглядит немного иначе. Это, кстати, интересный момент, который вообще надо снимать и показывать, потому что для многих вот этот район ассоциация та же, ну, Таревьеха, да? Таревьеха только вот где-то там сбоку от Таревьеха. Во-первых, это побережье принадлежит городу Ариуэла, а не Таревьехе. То есть все, кто покупает недвижимость здесь, на пляже, либо не на морской стороне, они все прописаны и все подчиняются муниципалитету Ариуэла. Хотя Таревьеха, конечно, ближе, да? То есть с любой локации в Ариуэла Коста до Таревьехи дает хоть 10-15 минут, а до Ариуэлы 30-35 минут. Ну, пока мы едем какими-то такими... Ну, ты поехал не основной дорогой. Это Google, это не я. Это Google, да. Ну, видимо, Google у тебя выбирает самую короткую дорогу, хотя по трассе, наверное, это быстрее, скорее всего. Ты же Google еще выбирал бы самые дешевые и выгодные объекты. Ну, видишь, вот показывает 2 минуты и полтора километра. Соответственно, от офиса где-то... И сколько тысяч евро он показывает там в конце у нас? 199. 199. Да, в конце. Наверное, на финише будет. Вот, собственно, комплекс, куда мы едем. Вон он, да? Симпатичный такой. Очень симпатичный комплекс. Там есть зона спа, бассейны, большая зеленая зона. Большие коммунидатные платежи? Нет? Нет, кстати. Небольшие коммунидатные платежи. Всего лишь 55 евро в месяц. Это недорого. Ну, если там всякие спа и бассейны, тогда это вообще недорого. Плюс здесь есть гараж, кладовка. Ну, мы сейчас посмотрим все. У нас сегодня среда, завтра четверг. Вы смотрите это видео завтра и у вас есть еще возможность. Ну, я надеюсь, что в пятницу мы его уже продадим. Пойдем посмотрим, пока не продали. Я так понял, тут как всегда был какой-то пустырь лет 10 назад. Да? Я люблю смотреть фотографии, вот особенно это касается Теревьехи, как она выглядела 10, 20, 30 лет назад. И там сложны какие-то пустыри, рыбацкие какие-то причалы. А здесь точно были в лучшем случае поля. Скорее всего, это вообще ничего. Здесь были поля буквально 300 метров отсюда. Вот где LD супермаркет. Мы построили комплекс из бунгал, 32 бунгало. В 2017 году ввели в эксплуатацию. 17-18 год. И тут все это были пустыри. А сейчас, смотри, массовая застройка. Начинается классическая история, которую мы обычно не снимаем. Но сегодня мы решили снимать все и хотим в комментариях услышать ваше мнение. Насколько интересно снимать? Ключ подошел. Вот, ключ подошел. Вот такие все вещи. Мы же потом берем, вставляем ключ, начинаем. Все, поехали. Олежка, ты с той стороны, а мы заходим. Мы заходим. Тут самое главное не перепутать квартиру. Заходим. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас на обзоре. Да? Должно начинаться официально. Должно. А может быть так и стоит снимать каждый раз? Я предлагаю сегодня пройтись по общим территориям. Посмотрим заодно, как выглядит комплекс. Потому что вот эти блоки им уже три года получается. Да? 2020 год. Сегодня у нас 2023. Меня удивляет использование черного в фасаде. Причем прямо черного-черного. Он же сильно греется. Смотри, это очень красиво, очень стильно. Потому что также стекло, которое на террасах, оно тоже черное. Но у черного есть проблема. Он выгорает. Выгорает. И мы это можем увидеть вот на фасаде, которому буквально три года. Соответственно, через пару лет его придется красить. Но выглядит это классно, стильно. Тут есть зеленая зона. Какие-то лавочки, по-моему. Есть даже место, где можно играть в игру, эту петангу. Знаешь, как мы когда-то играли в городки в нашем детстве? Петанг. Петанг, да. Пойдем. Здесь, по-моему, зона бассейна. Ну, тут прямо вот такой отельный пейзаж. Ну, очень симпатично, да? Я думаю, что сюда выносят кресла, шезлонги. Вот пикник можно здесь сделать? Если барбекю. Разрешается? Я думаю, что барбекю точно нет. Ну, не барбекю. Просто вот как-то вот, я не знаю, есть такое у них. А вот мы можем прочитать, что можно. Да, мы можем посмотреть, что можно, что нельзя. Значит, бассейн работает с 7 утра до пол-одиннадцатого вечера, 22.30. Обязательно нужно принимать душ перед посещением бассейна. Детям до 10 лет нельзя без родителей. Есть нельзя. Есть нельзя. На велосипедах нельзя. Шампунь использовать нельзя. Без животных. Матрасы нельзя. Нельзя играть в мячик. Нельзя бегать. В одежде в бассейн заходить нельзя. Нельзя курить. Нельзя пить. Пить можно, но не в стекле. А, пить можно не в стекле. Но алкоголь нельзя. Поэтому здесь вообще нечего делать. Я вам пойдем в квартиру. Пошли отсюда. Смотри. У нас вторая лестница, третий этаж. Вторая лестница. Как понять, какая лестница? Есть и тут магазины. Есть. 300 метров пешком. Вот его видно. Какой? Супермаркет 24. Aldi. А, вот серая крыша. Мне больше всего нравится, когда говорят, ну тут супермаркет 24, а ты приходишь, там такой ларек и сидит индус в нем, понимаешь? И у него теоретически можно купить банку колы за 1 евро. Вот и весь супермаркет. Ну что, пробуем и заходим сюда. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь живете? Да. Да? Да. Здесь вообще можно ко всем обращаться на русском языке? Или ты просто знаком? Я просто знаком. По-моему, вот этот 4, Павел. Эскалера 2, третий этаж, 184. Попробуем. Максимум. Красиво все сделано. Вот действительно хорошо. Красиво. Ты знаешь, иногда приходишь и говоришь натянуто немножко, свежо, современно, но здесь вот действительно все неплохо. Очень стильная отделка. Ты сейчас увидишь апартаменты. Как сказали бы, наверное, риэлтор. Дом бизнес-класса. Дом бизнес-класса. Сейчас находим. Ну ты правда, как будто отель, как будто вот просто заселяешься где-то, причем на курорте. То есть мы сейчас вещи разложим, чемоданы разберем. И сегодня, кстати, так жарко, что я с удовольствием пошел бы не в ресторану в бассейн. 33 градуса сегодня у нас. Обещают, да? Да. Но пока еще нет. Но сейчас, да, ну просто 33 это очень много для апреля. Согласен. Так. 184. Мы не здесь, ребята. Нет. Поехали вместе. Так. Сейчас посмотрим. У нас квартира 184. Вот. Вот она. Ярослав. Проходи. Такое хорошее место здесь. Удобно разместить очки, ключи. Да. Будем сейчас смотреть. А мы будем вместе с вами гулять по квартире. Сейчас я свет включу. Так, секунду. Тут все, все в порядке. Есть? Нет. Нет. Слушай, возможно за него плату отключили. Да? Может быть такое? Конечно. Почему не может быть? Если у человека нет денег на счете, вполне могут отключить. Посмотрю пока на дверь. Дверь такая, что не скажешь, что нет денег на счете на электричество. Ну это ж на выстройках. Это от застройщика. Смотри, дверь, кстати, прикольная. Такая защелочка. Чтоб окупусы ногой не вышли. Ты можешь, например, вот так ее ставить открытой, чтобы проветривалась квартира. И никто к тебе не зайдет. Кухня стандартная, да? Со всей бытовой техникой. Все, я думаю, что стандартно. Встроенный холодильник. Ну да, видно, что все новое, но оно такое подзапущенное. Потому что если посмотреть... Да нет, тут помыть нужно. Везде пыль. Оно все грязное просто. А так вся мебель-то новая. Я так вижу, что особенно никто ничего не использовал. Да, я так понимаю, что она и приезжала сюда или не приезжала даже. Техники бытовой нет? Телевизора? Ну, видимо, у нас бабушка не смотрит телевизор. Просто мне не кажется, что здесь кто-то жил. Посмотри, диван как много. Ты знаешь, диван-то бог с ним. Мне нравится вот в первую очередь, наверное, вид. Я не скажу, что прямо вот море. Сейчас мы посмотрим. Или там какой-то супер пейзаж, но горы же. На горизонте горы. И знаешь, что мне нравится, что нет прямого контакта с соседями вообще. То есть вот этот уголок только балкона, да? Да. Который надо до него выйти и сильно высунуться. А тут вообще ничего. То есть ты находишься у себя на балконе, и у тебя здесь, ну, получается прямо вот такая приватная зона. Ну и балкон такого хорошего размера. Здесь у нас установлена система аэротермия. Это тепловой насос для нагрева горячей воды. Здесь должна быть установлена стиральная машина. Ее почему-то нет. Это место для нее, да? Это место для нее, да. Что говорит о том, что, скорее всего, собственница действительно тут и не жила. Получается. Мне тоже кажется, если кто-то сюда может приехал, здесь остановился раз-два. Потому что стульчик-то вот есть пляжный. Все-таки уже идея на пляж сходить, она была. Кстати, скорее всего, в этом комплексе будет оптика. Я просто уверен. Здесь сто процентов будет оптика. Но мне кажется, что она не подключала интернет. Ну, наверное, если она электричество не подключала. Наверное, интернет тоже. Кстати, может быть, действительно электричество она и не подключала. А мы думаем, что отключили за неуплату. А вот санузел без окошка. И сейчас мы как раз понимаем минусы санузлов без окошка. Только вчера мы разговаривали о том, что в Испании принято в частых санузле окошко. А мы отвыкли от этого из постсоветского пространства. У нас не было часто окон в туалете. Ну и вот здесь, видишь, мы сразу прям света нет. Пульт центрального кондиционирования LG. Видишь, пленку даже не сняли. Я думаю, что тут никто не жил. Мне тоже кажется, что никто не жил. Первая спальная комната. А это сразу мастер-бедрум. Со своим санузлом. Санузел. Опять у нас душ. Опять унитаз с отстроенной инсталляцией. Теплый пол. Ты знаешь, всегда, вот не знаю, как тебе самому. Ты бы хотел, чтобы у тебя был вот такой санузел в спальне твоей, в мастер-бедруме. Вот такого формата. Ты имеешь ввиду стеклянный? Даже не сколько стеклянный. Ну да, практически. Ты вон через тоненькую стенку без звукоизоляции. Я сейчас же себе строю дом. И у меня, конечно, была возможность сделать тоже стеклянный санузел. То есть вместо стены обычный стекло. Но я не делал это. Мне все-таки нравится, когда есть какая-то изоляция и приватность больше. Но все-таки даже, ну, допустим, ты живешь в браке с счастливым, и человек уже спит. Или еще спит. И ты вот это вот все ходишь. А когда не с счастливым брак, это вообще? Когда еще хуже. В том-то все и дело. Не делайте, если вы застройщики, вот такие ванны. Ну, мы должны подытожить тем, что это красиво, стильно, современно, по-молодежному. Опять здесь тоже есть электрические роллставни и есть такие шторки. И из этой спальни вид на, ну, такую вот, испанские крыши, какие-то заросли. И, скорее всего, вот если там что-то будет, то здесь, похоже, ничего и не будет. Вторая спальная комната. Ты знаешь, достаточно вместительная. Обычно вторая спальная комната такая, знаешь, как всегда говорят, ну, испанцы так живут. Помогательная такая. По-испански она компактная. Вот это все начинается. А здесь она... Она полноценная. Даже не по-испанским меркам, она полноценная. Она хорошего размера. Опять вот это окно в пол. Оно придает свет и увеличивает эту комнату. А мне немного жалко то, что вот это окно в пол перекрыто совершенно глухой... Черным стеклом. Черной панелью, да. Здесь просто так светло и красиво было. Надо было оранжевое стекло, и тогда все было по-другому, согласитесь. Ну, оранжевое стекло уже запатентованное, я так понимаю. Конечно. Поэтому остается только черное тем, кто не успел. Смотри, у нас здесь, по-моему, ласточки гнездо вьют. Да. Точно. А ты знаешь, что это приметы хорошие? Нет. Не знаю. Гнездо в подарок от Эли Грии. Ты должен был сразу сказать. Гнездо в ласточки в подарок. Потому что она прямышова получается. Нет. Почему? От Эли Грии. Приносит удачу. Удачу. Видишь, они еще нагадили, так что двойная удача. Надо брать. Это надпись. Смотри. Пожалуйста. Это не сложно начинается, да? Да. Это же не сложно. Закрывайте двери. Потому что сквозняк. И очень много пыли на автомобилях тогда. Спасибо за понимание. Но и на английском. Это о чем говорить? Да. О том, что здесь, наверное, англоязычный больше. Конечно. Да. Язык урбанизации. Окей. Так, у нас парковка 156. Вот, смотри, 155. Нет, вот 156. Да? На нем машина стоит. А, ну вот. Как ты думаешь, эта машина принадлежит? Слушай, не знаю. Сейчас, когда Бофе отвернемся, о данных спросим. Может быть... Ну, смотри, какие запыленные машины вообще. То есть тут люди чисто курортные купили себе. Да. Toyota Yaris трехдверная. И она здесь, видимо... Кстати, вот по этой машине можно предположить, что здесь, ну, как минимум сухо. А кто-то шкафы себе повесил, смотри. Ага. У кого кладовки нет, видимо. Кстати, мне нет кладовки. Удобно вот туда складывать что-то. Купил просто дешевые шкафы и повесил. Ты точно открываешь нужную нам кладовку? Надеюсь. А тут, видишь, Hyundai можно портоваться только. Видел? А я пока изучаю коробки, у кого какие большие панели, жидкокристаллические, у кого гриль Weber. Хороший гриль, кстати. Нет, кладовку мы не откроем, но это наша кладовка. Точно. Ну, потому что... Может быть, владелец этой машины уже поменял замок на кладовку? Может быть. Это Испания. Кто-то вот и лодку. Или что это такое? Да, лодка. Я думал, каяк. Просто склад. Кто-то устроил свои мебели. Смотри. Да. Слушай, а охрана есть вообще в этой территории? Нет. Охраны здесь нет. Потому что камеры наблюдения я вижу. А, вот камера. Даже написано, да. Видишь камеры? Охраны нет. Начинаю мелочи замечать. Потолки красивые сделаны. Ты знаешь, смотри, здесь есть наклейка от КРАК-24. А, они только установили, получается, камеры. Сигнализации здесь нет. Что скажешь? Отдавать ключи? Сейчас поедем, да. Сказать? Насколько тебе понравился комплекс? Ну, ты знаешь, комплекс мне реально понравился в целом. То есть я опять ориентируюсь на вот, наверное, уже богатый какой-то багаж знаний, который мы с тобой посмотрели и с твоими коллегами. И уже начинаю что-то оценивать с точки зрения именно сравнения. Смотри, пока мы с тобой снимали, уже кто-то расположился у бассейна. Загорает, наверное, еще и плавает. Хороший комплекс. Хороший. И я считаю, что за эти деньги, наверное, действительно логично. Я порой смотрел, честно говоря, такие квартиры мы с тобой снимали. И по 200 тысяч, которые, на мой взгляд, этих денег не стоили. Здесь ты получаешь современное жилье. Комплекс, которому около трех лет. Зеленая зона, закрытый. До 200 тысяч евро с гаражом, с кладовкой, с мебелью. Заходи, живи. Единственное, что нужно прибрать, но это мы организуем. Я предлагаю прямо поснимать, продолжить наш лайф немного. Потому что часто люди не понимают, что вокруг. Вот мы отъезжаем прямо от балкона, где мы только что были. Да. А вокруг у нас тупик разворачивается. Да? Ты уверен, что? Да. Google показывает опять, что сюда можно. Да. Вот я тебе еще хочу сказать, что чем отличается Теревеха от Орелокосты, это тем, что в Теревехе, в принципе, можно жить и комфортно себя чувствовать без машины. Потому что там все в пешей доступности практически, да? Когда ты живешь, особенно в тех районах, там пляж Дель Ура, Лос Локас, где у нас центральный офис. А в Орелокосте, конечно, без машины ты не проживешь. Она тут нужна, потому что тут расстояние больше. Здесь в пешей доступности нет такого большого количества. Ну, жить-то, конечно, можно. Вот до магазина дойти и какие-то... Ну, как только появляется что-то хоть немного в сторону от продуктов минимального набора, конечно, нужна уже машина. Но все равно, смотри, тебе нужно ездить на пляж. Вот дверь хорошая, смотри, какая. Не нужна вам настройка? Я думаю, Семен бы все взял бы. Семен еще вернется. Вернется? Вот урод. И вот типичная как раз зона, которая обычно в таких районах является центровой, потому что тут бары, скорее всего, да? Вот это бары, рестораны, маленькие. Вот что здесь, смотри. Может какой-то маленький магазинчик, но не сетевой. Сетевых не видим. Прекрасная заправка. Дешевая, кстати, вот амойка. Мне тоже нравится, тоже недорогая. Ты, кстати, цену увидел? Евро-37 дизель. Евро-37? Да, я на выходных был в Италии в Милане. И в заправке там дизель стоил от евро-74 до евро-74. Очень недорогое топливо нам пишут часто в комментариях зрители. Кстати, напишите, как у вас там с топливом. Если в евро, то у нас евро-37 уже сейчас. Все-таки она продолжает снижаться. Но возвращаясь к инфраструктуре, вот у нас здесь уже начинаются вот эти вот торговые оазисы. То есть это и Lidl, и куча всяких магазинов китайских. Ну, здесь еще Supermarket Coop. Здесь есть дорогой американский ресторан Burger King. Мы едем по трассе. Это уже 332 национальная дорога. Да, здесь 332. Там дороже обычно недвижимость, здесь дешевле. А вот это место, вот, например, здесь прямо вот скопление всего. Смотри, здесь просто все. Да, здесь прекрасно. И салоны красоты. И вот этот Supercore очень прикольный супермаркет. Это такая, для тех, кто не знает, испанская азбука вкуса, я ее называю. То есть это то место, где можно купить продукты, которых нет в обычных сетевых. Другие, да? Да. То есть когда ты уже все знаешь в консумах, в Lidl. Он, наверное, немножко подороже будет. Он подороже. Но там можно прямо что-то купить не намного дороже, но вкусное такое, когда что-то хочется. Эта дорога ведет нас к Картахену, если все время прямо ехать. Картахена, Мурсия. Противоположная сторона Таревеха. Слушай, хорошо едем. Может прямо в Картахену и поедем уже? Да. Мы не снимали с тобой в Картахену. Обзор недвижимости у нас плавно перешел в экскурсионные. Я считаю, что вот так и надо снимать. И вот мы двигаемся прямо в Мекку любителей шоппинга. Да. В сторону Зене Бульвара. Да, чтобы понимать, в летнее время, да даже сейчас выходной день, суббота, воскресенье, здесь просто пробка, движущаяся пробка из машин, которые едут в торговый центр. Так себе реклама, конечно, местности. Но, тем не менее, место очень популярное. Раньше был самый популярный центр торговый, это Абанерос, который был ближе к Таревехе. Потом сильно Абанерос разгрузился, потому что все стали ездить вот в Зене. Да, вот это торговый центр Зене Бульвар, где находится около 200, по-моему, магазинов. Мы доехали до заправки. Вот сейчас за кустом увидим, сколько стоит на Репсоль. Только, что Репсоль более дорогой бренд всегда. Евро 52, там было евро 37, 15 центов. В принципе, 10 процентов. Ну, как говорит Семен, цент еврик бережет. Конечно, конечно. Ну и вот офис Олегрей. Собственно, да, мы подъехали к нашему офису. Что, сейчас отдадим ключи и в Картахену? Я думал, в Картахену в следующий раз. Добрый день. Так, я ключики Дане передам. Мне уже нет. Все, счастливо. Так, ну тебя на зарядку тогда? Ты съезжаешь сейчас? Нет, мне на стройку. Как настройку? Ну, машину ты забираешь сейчас? Ну, не сейчас забираю, через пару часов заберу. Пока на стройку. Какие пару часов? А я заряжаться когда буду? Ну, ты заряжаться. После меня будешь. Я тебе позвоню, как всегда. Как не приеду, все время ты заряжаешься. Вчера я приезжал, ты тут заряжался. Ну, короче, как поедешь, позвони мне тогда. Я тебе позвоню. Так, чтобы только никто не встал больше на зарядку. А потом, когда я заряжусь, я тебе позвоню и ты встанешь. Договорились. Так и живем.